Бурманская кошка. Родиной бурманских кошек считается древняя Бирма, где представители этой породы были почетными жителями храмов. Считалось, что именно кошки являлись проводниками между мирами и сопровождали душу умершего в загробную жизнь. Создатель породы американский военный врач и зоолог Джозеф Томпсон. Примерно в 1926 году он основал в Сан-Франциско питомник сиамских кошек, а в 1930 привез из Бирмы небольшую коричневую кошку по кличке Вонгмау. Эта кошка сама по себе была гибридом сиамской и темношерстной бурманской кошек. Часто возникает путаница между названиями бирманской и бурманской пород. На самом деле тут все просто. Истоки обеих пород подлежат Бирме, но бирманскую породу разводили французы, а бурманскую – американцы. Бурма – кошка среднего размера с крепким костяком, хорошо развитой мускулатурой и неожиданно большим весом для ее размера. Вместе с округлой головой, выразительными глазами и очаровательной мордочкой это представляет совершенно особенную кошку, не похожую на другие породы. Шерсть у бурманской породы практически без подшерстка и очень плотно прилегает к телу. Она очень гладкая и шелковистая на ощупь и является главной отличительной чертой породы. Сегодня у породы насчитывается уже 10 видов окрасок. Стоит отметить, что бурмы не боятся резких звуков других животных или незнакомых людей. Бурманские кошки отличаются излишней чистоплодностью, поэтому не забывайте вовремя менять наполнитель в лотке, мыть миски для еды и воды, вытряхивать подстилку. Кстати, обратите внимание, что плежанка располагалась подальше от сквозняков или источников шума. Раз в две недели не нужно вычесывать шерсть специальной резиновой щеткой, а купать стоит не чаще двух-трех раз в год. Раз в месяц рекомендуется очищать уши от накопившейся грязи и серы, а также подстригать когти, регулярно осматривать пасть кошки, чтобы не пропустить гневный вид. А если начнут слезиться глаза, покажите питомце ветеринарному врачу или купите специальные капли в аптеке. Прежде чем принести домой бурманскую кошку, обсудите с заводчиком или ветеринаром рацион ее питания. Если вы выберете профессиональные корма, то они должны быть не ниже премиум класса. При этом обязательно следите за дозировкой, указанной на упаковке. Если же вы остановитесь на натуралке, то выбирайте качественные и свежие продукты. Нежирная рыба, мясо кролика, курицы и говядина. Включайте в рацион яичные желтки, овощи и крупы, а при необходимости добавляйте витамины и минералы, но только по согласованию с ветеринарным врачом. Помните, что соленые, жирные, пряные, копченые продукты строго запрещены. Так приводит к серьезным нарушениям пищеварения у кошки. Как и все восточные породы кошек, бурманцы обладают незаурядным интеллектом и хорошо поддаются обучению и дрессировке. К сожалению, порода склонна к серьезным наследственным заболеваниям, вроде ганглиозидоза, поражения нервной системы, ведущим к ромоте, и эпокалиемии, недостатку калия, приводящему к параличу, ну или синдрома плоской грудной клетки. Из-за своеобразного строения глаз котята часто страдают от слезотечения, а из-за короткого носа возникают проблемы с дыханием. Чтобы избежать геневита или появления зубного камня, давайте кошке твердую пищу, грызя которую она чистит зубы. Не забывайте о регулярной профилактике паразитов и гельминтов, а также вакцинации. Цена особей этой породы колеблется в пределах от 35 тысяч рублей.